Приветствую вас. Давайте попробую подумать с вами так. Есть, значит, девочка, которая от вас достаточно сильно зависима. И ее зависимость от вас, она, конечно же, не есть что-то хорошее. Потому что любая зависимость, она по своей природе, к сожалению, негативна. То есть зависимость это всегда плохо. И девочка, если, как вы говорите, у нее развитая интуиция у девочки, то она не может не чувствовать, что вот в отношении к вам, в отношении, точнее, к ней, у вас нету любви. Нету той любви и тех чувств, которые, ну, собственно говоря, ей нужны. И она знает это, она, я уверен, уверен в курсе, что вы ее не любите. Она в курсе, что у вас нету к ней тех чувств, которые вам нужны, которые ей нужны, точнее. И она принимает, вот, собственно, то, что вы ее можете дать. Почему? Потому что, когда она начала в вас влюбляться, начали расти ее потребности. Она к вам привязалась. И именно ее привязанность сейчас, ну, двигает ей. Двигает на то, чтобы с вами сохранять отношения. Несмотря на то, что она не может не чувствовать и не может не знать, что у вас нету к ней любви. Значит, ей движет привязанность. С этим, я надеюсь, мы разобрались. И с этим вы, ну, я надеюсь, еще раз повторю, спорить не будете. Потому что здесь девочка очень сильно переживала, прямо гиперболезненно. Это здесь имеет место быть личным интересом. Значит, что происходит? Вы решили, что с девочкой вы расстаетесь. И это значит, что вы, не воспринимая ее в качестве своего будущего, кстати, может быть именно по этому. Ну, потому что вот чувствуете, что девочка относится к вам не столько как к мужчине, сколько именно как вот к некому такому, знаете, средству. Вот. И вам это не может быть, безусловно, неприятно. Потому что то, что к вам относится как к средству, это нормально. А может быть, вы интуитивные, это как раз ощущается. Потому что говорите, что ваша влюбленность, она пошла на убыль. Вот. Значит, девочка использует вас осознанно или нет, и вам это не нравится. Ее это устраивает. И если говорить о расставании в этом контексте, если говорить о расставании в этом аспекте, то знаете как? Приходите, чтобы ей было хорошо. Приходите, чтобы у вашей девушки было наименее болезненное переживание. Приходите, чтобы девушка как можно скорее освоилась с тем, что она будет жить без вас. Тогда, если вы этого хотите, тогда вам нужно сделать следующее. Чем быстрее вы скажете ей о том, что вы не видите медленность вае будущее, причем скажете вы ей это лаконично, скажете вы ей это четко, скажете вы ей это отрывисто. Так что все, прости, я не хочу больше с тобой как бы быть. Ты как хорошая, там дело не в тебе, а дело во мне, ну в общем все это не важно. Просто скажете, что я не хочу больше с тобой быть. Я не вижу медленность в будущем, давай как бы расстанемся. Это ваше право, так сказать. И чем быстрее вы скажете, тем больше у девушки будет толстых дела, шансов, тем больше у девушки будет времени начать адаптироваться к новым реальным жизням. Потому что на это требуется время, на то, чтобы научиться жить без вас, на то, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. И, простите, тогда четко и ясно следует такой вывод. Решили для себя точно, так же точно и оперативно скажите девушке, не взирая ни на какие ее условия, ну ее, А вот все условия будут всегда, но вы вредите ей тем, что не говорите. Вредите. Почему? Потому что, во-первых, каждое время, каждая минута, каждая секунда, проведенная с вами, убеждает ее в том, что она вам нужна, и укрепляет ее надежду на пол, что между вами будет все хорошо. У вас есть идеальная ситуация. Если бы были причины для расставания, именно причины, эти бы причины можно было использовать для того, чтобы с вами не расставаться. А так получается, что расстаться друг с другом вам нужно, вы это решили, и делать это нужно без причин, чтобы у девочки не было подавления, что вы расстались с ней из-за чего-то. И тогда отвечая на вопрос, можно ли угадать момент? Нет. Угадать момент нельзя, такого момента не существует. Самый лучший момент, когда у вас все хорошо, чтобы нечем было прикрепить и оправдать ваши желания, чтобы девочка поняла, что это действительно все, конец. Далее, все, что вы пишете, это, ну, как бы, знаете, оправдание для себя. То есть, вот то, что вы пишете, да, что у нее там сейчас некий период переходный, да, это вы же обрадоваете свое собственное нежелание извещать ее о решении. Почему? Потому что, во-первых, вы испытываете, скорее всего, чувство вины за это, за то, что причиняете боль девушке. А во-вторых, вам, наверное, самому не хочется, ну, как-то вот реализовываться в этом направлении. То есть, совершение есть, но откучить его, значит, открыть новую, ну, главу, например, в своей жизни. А вам это все-таки не то, чтобы не хочется, просто это неопределенно, что опять один, опять у вас, ну, непонятно, что будет в будущем, и вы, может быть, сами для себя еще думаете, а вот, может быть, не стоит подождать, а вот все удобно, все хорошо, быть налажен, может быть, еще денек, еще два, еще три и так далее. То есть, понимаете, происходит некий, некий такой эгоистичный налет на этот ваш вопрос. Эгоистичный налет, что вы, может быть, неосознанно делаете это для себя. Но если решили, если уважаете девочку, если хотите ей всего самого лучшего, если хотите ей добра, то, чем быстрее вы скажете ей, тем будет лучше для нее же. А в принципе, в принципе, я думаю, что это все, что вам можно сказать именно по поводу решения ваших проблем. Конечно, есть вариант и такой, что вы приглашаете девочку, например, в какой-нибудь ресторан, в кафе, и там доносите до нее, что вы хотите с ней расстаться. Это тоже важность момента, тоже запоминающиеся события. Девочка поймет, что все серьезные ситуации, что вы не сказали это на эмоциях, что вы сказали это в определенном месте и так далее. Увидит ваше, как бы, ваше твердое намерение это сделать. Если вдруг решите делать так, то не нужно тогда только заказывать там еду, там что-то еще. Просто, может быть, чего-то легкого алкоголя и вот, собственно, донести до нее эту мысль сразу четко и лаконично. Убедите ее в том, что это не в ней дело, что это дело в ваше, чтобы вы поняли просто, что она не ваш человек, что она идеальная, хорошая, но не ваш человек. Вот это все. Я хотел сказать, что вы мягкий по характеру и с волевыми решениями у вас проблемы. Вот это вот момент довольно негативный для вас. То есть, почему вы мягкий человек, а почему с волевыми решениями у вас проблема, а с этим нужно разбираться. Опять, в том случае, если вы тяготитесь этим сами. Вот вы говорите, что бы не причинять девушке боль. Но вы руководствуете как бы с ее минутной целью. То есть, сейчас боль вы ей не причините, да? А дальше, потом, позже, эта боль будет все равно и она будет сильнее. То есть, получается, что либо вы не думаете об будущем, получается, что вы мыслите тем, что есть сейчас, либо вы пытаетесь оправдать и оттянуть то, что вам делать не хочется по какой-то причине. То есть, вы не желаете брать на себя ответственность за то, что вам нужно делать, за то, что вы хотите сделать. Потому что ответственность этого, вероятна, вероятна чувство вины Но чувство вины, оно иллюзорное Потому что, в первую очередь, вам нужно думать о себе И в долгосрочной перспективе, если девушку вы не любите То и счастливой с вами она не будет И вы не будете счастливы И если не будете счастливы вы, если не будет счастлива и она То это будет гораздо страшнее, гораздо больнее Более-то будет глубже То есть, если вы чувствуете себя виноватым За то, что навредили, например, своей девушке Если вы чувствуете себя виноватым То, простите, это навязанное вам социумом чувство Оно не имеет ничего общего с реальностью вообще Поэтому, если вы решили твердо, то не будет ответственности С этим страхом можно будет поработать отдельно Это не тема для данного ответа, но тем не менее С этим страхом можно будет поработать отдельно Как и вообще с вашей мягкостью, если вы хотите это менять А пока, пока Вот, выберите для себя момент То есть, либо вы вечером однажды Просто вот хоть сегодня-нибудь говорите или все То есть, потому что чем дальше, тем ухожем Либо вы на следующий день, завтра, верно, вечер Назначаете время-время-впровождение В каком-нибудь месте Заказываете отдельное уединенное место И говорите о том, что вы расстаетесь Просто потому что других вариантов у вас нет И чем быстрее вы поймете, что Оттягивание этого момента еще больше навредит вашей девушке Или навредит вам Тем лучше будет для вас Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать На этом, пожалуй, все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку к ногу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!